Нет, не стреляйте! Это бандиты, помоги! Эй, вы меня порвали! А чё-то квест-то висит, помочь сталкерам отбиться, хотя вроде как я всё сделал. В общем, поступила информация от знающих людей в комментариях, что, мол, если оставить себе военный экзоскелет, то я смогу заиметь мини-ган, чего я, конечно, хотел бы. Поэтому, наверное, направляемся тогда в сторону завода над Х-18, пробуем там выцепить снова того вояку, и если он жив, выкупить обратно экзоскелет. Он, по-моему, по такой же цене продаёт, по которой покупает. Если так, то почему бы нет? Ого, тут народу! Вот он, на месте сид. Да, можно выкупить обратно за 47 тысяч, ну как бы и давай, пока. Ага, только на перегрузе тогда, причём на серьёзном. Выкинусь, дробовик тогда тоже выкинуть. Всё равно мало. Значит, придётся какой-то ствол выкидывать. Я думаю, вы уже понимаете, что пусть это будет РПГ. Можем идти. И я вернулся. Соответственно, квест почему-то повис, и мы тогда просто идём на агропром помогать нашим ребятам. У меня, в принципе, для этого всё есть. Молодцы, мужики! Мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Да, в общем-то, этот диалог уже срабатывал. И, как видите, ничего. Ну ладно, ничего страшного, бывает. Там надо будет сейчас очень быстро, конечно, разносить противника на той локации. Все до гигусов, кто там будет. Но я думаю, я готов к этому. Кого? Райан где-то лежит. Вижу, уже осознанцев. Пошла катсценочка. Но тут, я думаю, с ФТшкой мне будет нормально. Ой-ой-ой, народу сколько. Тут вояки. Мужики, всё, кто меня слышит. Кротов? Противникам требуется подкрепление. Долго нам не выстоять. Повторяй, требуется подкрепление. Срочно. Всё, мужик, понял. Сейчас будем. Не переживай. Берём ФТшку и погнали. Прямо врываемся в бой сразу, моментально. Церемониться с ними не будем. Они, ребята, серьёзные. Выполнено. Обновлено, вернее. Тут уже какие-то серьёзные типы. В себе. Фантомный какой-то. Аптечек-то совсем, кстати, мало. Так, аптечки, мужики, у кого есть? Нет, не видно. Что в дворе тут? Вроде свои. Кротов, ты где? Вот он, Кротов. Поговорим? Вставай, мужик. Отдаю тебе последние аптечки. Чуть реально туговато с аптечками. Кротов туда-сюда бегает. Ладно, пока тогда в карман сопоковыряемся. Я вот не пойму, это именно фантомы? Или это бойцы? Ну, люди. В таком костюме специальном. Скорее всего, это люди. И чё вообще? Воронин? Как будто бы. Потому что, если бы это были фантомы, ну как фантом может умереть? Значит, люди гады такие. В специальном камуфляжном костюме. Значит, бойцы в камуфляжном костюме. В каком-то. Я так думаю. Так, где там наш человек? Чё-то Кротов суетится. А, в здание, что ли, залез? Или наверх? Всё, понял. В здание. Так, Кротов, спокойно. Спасибо. Ещё чуть-чуть, и они одержали бы верх. Ты подоспел вовремя. Что здесь происходит? Противник захватывает под контроль границы зоны. Похоже, они готовят что-то крупное на этой территории. Основная база недалеко отсюда, тоже в опасности. Ты опытный боец. Поэтому тебе нужно отправиться туда на помощь нашим. Хорошо. Если хочешь, я могу тебе экипировкой помочь. Людей-то не хватает. А вот экипировки для них навалом. Американцы нам присылают. Гуманитарная помощь типа. В общем, если нужно, бери. Не буду новый брать. Допустим. Бери, специально для тебя даю. Не американское дерьмо, а наш хороший бродник скат 9М. Пожди. А где сохранился? Тут в самом начале. Ну, ладно. Не, ну хороший скат так-то, но по разрыву... Ну, по разрыву он будет, конечно, лучше. Потому что Сева сейчас маленько просела. Ну, ладно, давай тогда его возьмём. Правда, всё равно на перегрузе. Не, знаешь, у него есть минус в том, что он очень много весит. И это прямо ощутимый минус. А тогда медуза, кровь, камни всякие выкинем под конец игры. Уже чё с ними ходить. Ну, хорошо, поехали. Единственное, что я бы тайничок всё-таки вот это обыскал. Вдруг там хотя бы парочку аптечек. Я уже буду рад. Нет, тут наёмнический бронь. Ну, отрагануть. Тоже как-то не ахти. Ладно, значит, будем просто не подставляться. Душу чё-то я тут на поясе поставил. А её надо только в безопасном месте. Потому что она сильно пулестойкостью убавляет. Во время боя можно откиснуть от неё скорее, чем спастись. Присутствует много зомбей. А мужик такой стоит, кайфует. Ну да, зомби. Так, народу здесь как-то, знаете, немного. Если на нас нападёт Арава, то боюсь, что мы можем не вытерпеть. Поднимаемся на третий этаж. Чё здесь, кстати, за амбент? Шмальбы. Здорово. Прибыл к донесению воинской службы. Ты стрелок, не так ли? Наслышан о тебе. Мы-то с минуты на минуту ожидаем атаку этих уродов, чтобы... Помоги нам. Что я должен делать? Народ у нас хватает. Но все в основном желторотые сопляки. Противника-то на расстоянии удержат. Но вот чтобы подавить всяческое сопротивление, это нет. Так что ты должен убить командира всех атакующих групп противников. По донесениям разведчикам их будет четыре. Так точно? Так, там уже какая-то шумальба. Мне, очевидно, надо наверх. Ё-моё, там какие-то звуки страшные. Чё происходит? Ад. Так, ну вот он. Главный. Один из. Вообще, мне надо именно главных выискивать, правильно? Где ещё могут быть главные? Вон там, где-то на входе. Ну, смотри, оперативно разобрались. Кто где? Отлично, это был последний. Нормально, с крыши всех помочил. Но опять же, главных. Фантомы это уже не так страшно. Видимо, они не так эффективно воюют для своих командиров. Прямо так, наваливаем. А чё патрончик-то же лезь? Дело сделано. Все командиры противника уничтожены. Теперь ваши ребята с ними справятся. Молодец, стрелок. Это был тяжёлый бой, но ты справился. Есть у меня для тебя одна вещь. Какая? У нас в складе завалялся пулемёт М-134 Магнум. Ага. Ай, прикинь, если квест. Диалог, вернее, отменить, то всё. Так, где сохранился? Перед наградой. Вот смотри, сейчас и проверим. Если, допустим, я без военной экзы. Какая? А, у меня как раз такой нет. Видишь, то есть обязательно нужно иметь при себе такой вот момент. Вот такие моменты мне нравятся в моде, когда что-то связанное происходит. То есть, когда-то я получил эту броню, я её сразу слил. Но оказывается, с помощью неё открывался доп-контент, скажем так. А на мне что, по-твоему? Она, правда, не на мне. Ну ладно. Это экзы-скелет. Никогда раньше не видел. Получаю пулемёт. Спасибо. Да, я, конечно, теперь на перегрузе. Всё-таки я нацелен убрать военный экзач, потому что он серьёзно меня перегружает. Остаться в этом. Ну и поехали. Правда, он с ним не бегает, но не страшно. Да и, в общем-то, мне тут больше нечего делать. Я могу уходить. Защитить барьер, всё ещё квест висит. На кордон. Он с... Ну неплохо. Единственный минус, что он не целится с него, опять же, как и с минигана. И патронов как будто бы не так много. 600 штук суммарно было вначале. Много там. Ой-ой-ой, это я ошибся комнаты, извините. Чё-то я вообще не ожидал, что здесь кто-то будет. Мужики продолжают воевать. Здесь осталось-то всего ничего. Поэтому я пойду отсюда. Всё, на кордон. Это через свалку. Всё, правильно, поехали. Эээ, не обзывайся. Обидно, я тебя спас. Стандартный скрипт. Там, может, даже и бандит есть, но я этим... Заниматься не буду, у меня есть дела важнее. Спасти, отправляться на эвакуацию. Кто здесь? Опять бандосики. Причём на них напали. Фантомы простреливают всё и вся. Поразительно. А, они с нашими воюют. Ё-моё. Пушка виснет. Клинит, то есть... Дело сделано. Идём дальше. Там вон ещё целая куча их. Так, отбить атаку появился квест. Пожидите, без паники. Оборону блокпоста военных под мостом. Ну, фы нет. Просто напали. Поговорить с Кузнецовым. Что, уже справились? Ребята мунации сами долбят так. Провалено, в смысле? Кузнецову замочили. Нет, так дело не пойдёт. Мы, конечно, своих должны спасти. Кузнецов, не вылазь! Ничего себе, там ворон! И чё такое? Куда они столько поплыли? Полетели, вернее. Кузнецов, поговорим? Нет. Ого, у него ФТшка. Серьёзный тип. Что там? Кто там? Райный? Где-то ещё? Ух ты, наводнили. Наводнили кордон, гады. Всё, винторез кончился. Вроде всё. Добивать идут. Или просто гуляют. Мужик, ты в аномалии? А ему вообще пофиг, он вояка. В крутой броне. Всё, вроде мужики успокоились. Нам надо поговорить с Кузнецовым таки. Ну чё-то у меня по патронам-то всё плохо, ребят. Выключение. Так, Кузнецов. Атака отбита, товарищ майор. Мы справились. Да, это был нелёгкий бой. Однако расслабляться рано. Тебе нужно двигаться к ТП. Там ещё один отряд наших солдат. И нужна помощь. Сделаем, товарищ майор. Вы со мной? Нет, я с отрядом должен оставаться на своей позиции до дальнейшего указания командования. Я побежал. Всё, удачи, мужики. Всё-таки помер кто-то в аномалии. Я погнал. Подожди. У меня игра вылетела из артефакта. Так, раньше, по-моему, больше пяти ставить нельзя. А сейчас я пятый поставил. Бывает. Тут тоже напали, я смотрю. На ТП. Не, ну молодцы, ребята. Сами неплохо отбиваются. Продавцы тут прям с двух сторон на ТП напали. Или это я должен им помочь просто? На ТП как раз-таки захватить. Да, не наших тут достаточно. Отбить атаку первого отряда. Обновлено. Игра окончена. Мужик, ты не в ту сторону воюешь. Развернись, пожалуйста. Поговорить со старшим. Вроде как всё. Идём говорить с главным. Старшина Катаев. Товарищ старшина, противник разбитый отступает. Отлично, стрелок. Твоя помощь нам очень помогла. Я должен двигаться дальше. На блокпост генералу Соловьёву. Да, стрелок, я знаю. Загляни по пути в деревню. Там лагерь местных сталкеров, как они себя называют. Им там тоже сейчас не сладко. Хорошо. Ё-моё, во всю сторону лучи летят. У них дальность походу реально большая. Да, с галстки что ли постреляем? С пулемётом не очень сподручный, ребят, потому что он... Без прицела, бегать нельзя и так далее. Вертолёт наш приехал. Сейчас пойдёт реальная пьянка, наверное. Ого, тут народу. Добил. Отметки что-то прям тут. Нормально так он передо мной в наггубе появился. Ничего не стесняется. Так, вот он главный, без оружия. Волк, лидер лагеря новичков. Впервые вижу такое большое имя. Он что-то куда-то бежит. Что тебе там нужно, братишка? Он такой, что я могу вообще забить и пойти по делам. Просто хотелось бы понять, что ему нужно. Агриться на кого-то? Ёпта, что здесь за терминатор, который перебил всех? Под мостом вон сколько точек серых. Не, он ещё неспокоен. Здорово, бродяга. Это ты тут главный? Меня зовут Волк, и я тебе не бродяга. Генеральский прихвост. Я сталкер. Заткнись, сталкер. Пулю захотел? Да успокойся, спасибо за помощь. Без тебя бы мы не справились. Не выступай тут больше. Мы и так закрываем на вас глаза. Но можем и открыть. Прощай, сталкер. Хм, вот и поговорили. Поговорить со старшим. Эвакуация. Так, ну здесь что? Здесь уже концовка будет. Здравия желаю, товарищ прапорщик. А где генерал Соловьёв? Он прибудет несколько позже. А сейчас мы с минуты на минуту ожидаем атаки противника. Благодаря твоим действиям мы почти выбили этих чёртовых осознатцев с кордона. Однако сейчас каждое слово у нас на счету. Я с вами. Теперь заряди пушку. Так точно. Процесс пошёл. Опа, боец с пулемётом помер. Меня вынесли. Вообще не пойму. Я дамажу, не дамажу. Ну сами всё видите. Если чё, полковник помер. Или кто он там? Прапорщик. Фух. Тут пушка уже клинит. Как ты там? Миниган. Кто стреляет? Пулемёт реально шляпа. Всё равно перегруз. Типа вот пулемёт я подобрал. Отбить атаку второго отряда. Всё, поговорить соловьём. Так он мёртвый. А, не. Мёртвый прапорщик. А соловьёв как раз-таки тут должен появиться. Тайш генерал, противник уничтожен. Мы выбили осознание с кордона. Да, мы сделали это. Однако победа нам дорого далась. Мы покидаем зону. Сейчас ведётся полная эвакуация военных. Но прежде чем уходить, мы устроим прощальный сюрприз осознанию. Каков план? Мы наносим удар в самое сердце зоны. По ЧАЭС. По нашим данным, осознание контролируется именно оттуда. Мы хорошо подготовились к этому рейду. Техника, вертолёты и лучшие отряды спецназа пойдут в атаку. И ты, стрелок, идёшь с ними. Мы не имеем права оставлять у себя за спиной. Я здесь две недели, знаете? Я не вернусь обратно. Это приказ. Я не вернусь в зону. Так, получается мне теперь тут все враги. Ой-ой-ой, как пушка вовремя заклинила. Если такой вариант дают, то почему бы его не попробовать, правильно? Поэтому давай попробуем. Перебием их тут всех, потом посмотрим, что получится. Кто-то ещё? Всё, патронов нет. Каков план? Что я дальше буду делать? Так, и что? Обыскать, убить и обыскать генерала. Обыскать, значит. Побег из зоны обновлено. Бежать к потайному ходу. Это у Сидоровича? Погнали. Что-то пулемёт на самом деле максимально никаким оказался. Да и миниган. А миниган прям очень быстро ломается. И тоже... Но он в принципе неплох сам по себе. Так, ну это плохая концовка, скорее всего, правильно? Всех перебить и убежать. Так, пошла катсценочка. Ну или что-то наподобие её. Это за дверью Сидорича. Райские кущи. Ну вот и всё. Такая концовка. Главный герой убивает всех и уходит из зоны. Не знаю, как он будет дальше жить. Найдут его, наверное. Но тем не менее, концовка имеет место быть. Мы же с вами поступим немножко иначе. И, конечно, согласимся поработать на них. Я с вами так точно... Ааа, я не отбил атаку. Всё, отбить атаку второго отряда. Поговорить Соловьёв. Так, быстро? По-моему, даже первый гид выжил. Стой, Соловьёв, не умирай! Не сейчас! Не, он нагрится пока что на кого-то. Света на правду сечёшь! Вот они. Даже первый выжил. Прапорщик. Товарищ генерал, какой в план? Так точно. Я знал, что на тебя можно положиться, стрелок. Иди к точке сбора возле бронетранспортера. Возьми пулемёт. На чай есть будет жарко. Увидимся завтра в штабе. Обговорим вопрос. До встречи. Какой пулемёт? Это же самый? Чуть не пойму, какой возьми пулемёт. Возможно, тот же самый мне должен был дать. Патронов вроде больше не стало. Ну, если что, я перезагрузился до того, как всё выкинул. У нас что, даже миниганщик выжил, что ли? Где он? Походу, выжил. Вот он, красавчик. Ух, какой лейтенант Петренко. Ну, конечно, максимально сомнительный у меня наборчик. Такой всего. Давай КСУ-шку хоть возьмём. Вот она. Патрончики к ней есть, если что. 300 штук, аж целых. О, мужик с миниганом идёт. Ну, вот так тащит забавно. Нормально-то, девочек. Поехали. А тут что за отметки? Группа Сапсан. Кручок, а, круче групп. Просто группа отмеченная. Походу на то. Пробраться в саркофаг. Включить режим самоучтожения. Эвакуируйся с территории ЧАЭС. Ну, в общем, всё понятно. Ладно, поехали. Как я буду делать и что я буду делать, пока непонятно. Ну, разберёмся. Вот вал подобрал уже на перегрузе. Мужики, продвиганься. Кстати, АКСУ на 45 патронов. Как у неё и есть в оригинале магазин, по-моему. Больно-больно долбите. Тут ещё и обычные монолитовцы. Жесть. Но они наших прям вообще моментально развали будут. Чувствую, тут будет очень сложно. Обалдеть. Ну, вы всё сами видели. Тут без комментариев. Как будто я не знаю, дальше чего стреляю. Значит, будем так более аккуратно отыгрывать. Сдалека стрелять. Надеяться на поддержку какую-то своих ребят, которые всё-таки есть на миникарте. Да как ты? Подожди, ребят. Вы сквозь стены стираете так. Не очень честно. Мы вроде можем жить дальше. Смотри, я уже подхожу ко входу. Здесь ещё какие-то группы должны быть. Непонятно, наши, не наши. Но какие-то должны быть. Ой-ё-ёй, там на роял. Ё-моё. Лови лимонку отвальную. Один взорвался. Тут гранаты, конечно, не так хорошо долбят. В плане там, по радиусу. Чтобы одной сразу всех накрыть. Пошёл процесс. Поближе идём. Аптечки. Нет вообще ничего. Гранатомётчик хорошо сработал на меня. Галст-плазмомёт, пулемёт, миниган. Со всего этого целиться нельзя. Почему с галст-плазмомётом целиться нельзя? Если даже со снайпы можно. А плазмомёт-то как бы автомат. И с него нужно целиться. Чтобы попадать хоть куда-то. Ну, такой прикол. Прыгаем. Жарёха прям вообще какая-то. О, я сразу тут появился. Не в саркофаге. Но это последняя локация, по идее. Всё. Тут их аккуратно отстреливать. И всё будет хорошо. Патронов нет. RGB-подсветка. На плазмомёте плюс тысячу к урону. У меня вид. У меня плохое чувство. Когда на меня кто-то смотрит с подтяжка, и у меня горит значок. О, гаус. Пушка обычная, кстати, была. Всё, понял. Это ты смотрел. Гад. Тут, кстати, вал заряжается. 30 патронов. Вот это да. Ещё и артефакт есть. Но это, скорее всего, разбил он что-то. Какой-то ящик. Так, ну и, в общем-то, всё. У меня есть одна лимоночка хотя бы. Сейчас мы тогда её сюда как-то удачно закинем. Лови отваленную, фраер. Ни одного не убил. Кайф. То, что нужно. Может, хоть ранил. То хорошо. Три человека. Кто это? Ага, понятно. Сейчас, наверное, босс батл какой-то будет. Поэтому осмотри он, ребят. А что у тебя, кстати, за оружие? Спас. Ну, в принципе, кстати, хорошая пушка. В плане урона там всё хорошо. У меня тут ещё немножко есть зарядов. Аж целых 15 штук. Так что кто бы сейчас не вышел, можно будет с ним пободаться. Тем более, дробовики даже были. Ну, наверное, разбить, правильно? Всё. Я этих чисто добить. Обалдеть даже, чтобы их замочить урона у пулемёта недостаточно. Так, ну рванула, получается, вот эта вот станция. База. Но квест был именно такой, пробраться и уничтожить. В ходе военной операции, поведённой вооружёнными силами России и Украины, на Чернобыльской АЭС, примёл новый взрыв. Наш представитель российской Минобороны подтвердил этот факт. Также он добавил, что данный взрыв – это результат успешного проведения операции. Операция закончилась полной нейтрализацией противника, но победа далась очень тяжело. Уничтожение генераторов привело к взрыву. Все, кто был на территории ЧАЭС, погибли. Отрывки из рапорта генерала Соловьёва. Я тоже, получается. Стрелок, который. Ну вот и всё. История стрелка на этом кончилась. Интересно было бы, конечно, посмотреть, какой бы сейчас сделали зону поражения. Не, не ту же самую переделать, а... Знаете, это сама идея мода, где зона наполнена большим количеством мутантов, и тебе нужно в этом как-то выживать, у меня вылетела игра. Она интересная. Сделать что-то современное, с современными модами, оружейными паками и так далее, было бы здорово. Всем спасибо, счастливо. Всё-таки больше мне нравится первая часть, потому что именно её я помню в детстве. Именно там я боялся выйти из блокпоста военных в самом начале. Но вот вторая тоже есть, для многих она тоже приятная и интересная. Всем спасибо, счастливо. Зацените любое другое прохождение. Всем пока.